Всем добрый вечер! Рады приветствовать вас в Академии Александра Остовского в Химках. Наши гости это девочки из летних сборов Академии. Девчонки, ну как дела? Все супер! Скоро в школу. Хотите в школу? Нет! Поднимите, пожалуйста, руку, кто первый раз в Академии на сборах и поднимите руку, кто уже здесь бывал часто. Давайте проверим тогда ваши знания про Академию. Скажите, в каком году Академия открыла свои стены? В 2011 году она открылась и в этом году ей будет 13 лет. Браво! Молодец! Самая знаменитая ученица Академии? Анастасия Потапова! Браво! И наиболее достижения Анастасии, кто знает Потаповой? Она двукратная чемпионка WTA. В 2016 году она выиграла Wimbledon и в прошлом она первая по Нью-Йоркскому рейтингу. Да, вот сразу после Wimbledon она, по-моему, поднялась на первую строчку рейтинга. Давайте следующий вопрос по Академии. Сколько филиалов в Академии? В Академии три филиала. Главный здесь в Химках и два других в Дубае и в Туле. Браво! Молодцы! Спасибо! Давайте перейдем к теннисной жизни. Сегодня жеребьевка у нас турнира. Заключительно турнира у Большого шлема. А это Юсопен. Вообще, сколько турниров Большого шлема? Всего четыре турнира. Перечисли их. Как они идут? По порядку? По порядку не скажу. Хорошо, давайте я помогу. Австралия Нопен, потом Ролан Гарос. На стыке мая и июня. В начале июля Умблдон. И сейчас открыт чемпионат США. Да, Юсопен. Какой, на Ваш взгляд, самый престижный турнир? Умблдон. А назовите хотя бы три-четыре традиции умблдонских. Белая одежда. Присутствие монарха на финальной игре. Клубника со сливками. Обязательно на трибунах. И еще одну? Трава. Вода, это единственное. Еще я могу сказать в подражении темы. Две недели турнира. Среди на воскресенье, по традиции, там выходной день. На всех остальных турнирах там день рабочий, игровой, скажем так. Давайте перейдемся буквально в понедельник, где стартует. Как Вы думаете, кто из мужчин россиян и женщин россиянок лучше всего выступит на турнире Юсопен? Я думаю, лучше всего выступит Медведев. И давайте на женщинах поставим на миру Андрееву. Какие еще варианты? Может быть Соболенко? Да, не Россиенко, но все равно союзное государство, близкое к нам. Да. Я думаю, еще Алькарас хорошо выступит. Из наших. Ну, хорошо. Я так понимаю, ты за Алькараса, да? Да. Вот. Девчонки, ну, тем не менее, пока Вы продолжаете отдыхать в академию, поделитесь впечатлениями об отдыхе, что нравится? Мне нравится играть на грунте и мне нравится пачкать кроссовки. Мне нравится текстура тренировок, очень интересно, весело и вкусно кормят. Мне очень приятно то, что именно наша смена может проводить тренировки на грунте и очень нравится наш коллектив. Мне очень сильно нравится, что есть очень много кортов, не только хард, но есть еще и грунтовые. Еще можно проводить много времени вместе с коллективом и всегда можно с кем-то поиграть, повеселиться. Хорошо, спасибо. Давайте немножко вернемся к US Open, такое большое событие летнего сезона. Вообще, как Вы думаете, кто главный фаворит, сейчас уже не берем россиян, да, там, сможет ли тот же Жокович в 25-й турнир большого шлема, как Вы думаете? Мне кажется, у него есть все шансы, но, мне кажется, фаворит этого турнира будет Алькарас все-таки. У кого еще вариант? Синер, Яник Синер. Нашу Медведева добавим, да? Все-таки он победитель турнира, 4 года назад он становился. Держать за него кулачки. Так, из женской сетки? Мне кажется, Андреева все-таки. Ну, из русских Андреева. А вот вообще фаворит? Соболенко. Ну, может быть, фаворитка еще Швен, так. Первая ракетка мира, да, и флаг в руки, скажем так. Вот, ладно, девочки, спасибо большое за интервью. Рады, что Вы у нас в Академии. Будем ждать Вас в гости в следующие, в следующие годы. Спасибо. Спасибо. До свидания. 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 С tuning вesten и директор. Редактор с поездой.